Десятки счастливчиков уже сегодня вечером смогут лично поболеть за баскетбольный клуб Нижний Новгород на арене казанского баскет-холла. Именно там черно-белые начнут поход по маршруту плей-офф единой лиги ВТБ. Благодаря двум ярким победам в конце регулярного чемпионата команда Зорана Лукича сумела закрепиться на седьмой строчке турнирной таблицы. И в итоге черно-белые попали не на ЦСКА, а на Уникс. С казанским клубом нижегородцы в гладкой части чемпионата встречались дважды и оба раза уступили в упорной борьбе с разницей в 3 и в 6 очков. Но регулярка уже пройденный этап, а вот игры на вылет – это совсем другой калинкор. Уникс славится одной из лучших защитных линий. У Нижнего же впереди в ротации есть только один большой силового плана – Веремеенко. И потому стоит ожидать, что горожане сделают ставку на трехочковые броски. Икс-фактором может стать Максим Григорьев. Защитник БКНН долго восстанавливался после травмы, но в последних трех матчах он показал отличный баскетбол и забивал по 3-3 очковых. Ну и конечно не забываем про одно из главных открытий всего чемпионата – про Стевана Еловоца. Сербский форвард стал четвертым снайпером регулярки, пятым по подборам и вторым по эффективности. А в мае его признали МВП месяца. На кураже форвард Нижегородцев способен творить чудеса, что мы увидели в гостевом матче Нижегородцев с Калевом. В той встрече Еловоц установил новый рекорд лиги по результативности – 49 очков. Правда, в матчах с Униксом эффективность лидера черно-белых не так впечатляет. Набирая в среднем по 21 очку, он реализовывал лишь 5 бросков с игры. Добавим, что первый раунд плей-офф идет до трех побед. Сегодня играем в Казани. Начало матча в 20 часов. А потом серия переезжает в Нижний Новгород. Под сводами Нагорного принимаем Уникс 26 и 28 мая. Если победитель не определится, то серия вернется в Казань.